Привет! Знакомое место? А вы никогда не задумывались, насколько нужно удалиться от земли, чтобы увидеть хотя бы ее половину? Как бы далеко мы не удалялись, но половину земли нам не удастся увидеть, если мы, конечно, не удалимся на бесконечно большое расстояние. Это, конечно, здорово, но для наших целей высоковато. Давайте возьмем что-нибудь поближе к земле. Расстояние от наблюдателя до видимой линии горизонта вычисляется по данной формуле, где r – радиус земли. Человек, стоящий на пляже, видит горизонт на расстоянии 4 км. На какое наименьшее количество ступенек ему требуется подняться вверх, чтобы увидеть горизонт на расстоянии 20 км, если высота одной ступеньки – 20 см. Задача эта, кстати, с ЕГЭ 2017 года. Хороший рисунок – залог успеха. Тогда зеленый человечек видит на расстоянии 4 км. Желтый человечек видит на расстоянии 20 км. Остается подставить формулу. В первом случае вместо L подставляем 4. Сокращаем все на 100. Корень из 64 – это 8. Возводя все в квадрат и выражая h, получим 1,25 м. Во втором случае делаем все те же самые действия. И в этом случае h получится равен 30,25. Покажем на рисунке, что в первом случае человек смотрит на высоте 1,25 метра. Во втором случае на 30 метров выше. Чтобы найти, на какую высоту нам нужно подняться, нужно из большей вычесть меньшую. У нас получится 30 метров. И так как высота одной ступеньки 20 сантиметров, нам нужно 30 метров разделить на 20 ступенек. Для этого, конечно, нужно сантиметры перевести в метры. И тогда получится 150 ступенек. Вторая задачка. Для утюга экспериментально была получена зависимость температуры в кельвинах по данной формуле. Известно, что при температуре свыше 700 кельвинов, предохранитель утюга может испортиться, поэтому его нужно отключить. И нужно определить, через какое наибольшее время, после начала работы требуется отключить утюг. Это, кстати, задачка с ЕГЭ, тоже 2017 года, но с досрочной волны. Конечно, раньше таких проблем не было. Утюги были большие, тяжелые и неконтролируемые. А тут, подставляя все в итоговую формулу, посмотрев, что в уравнении нам время дано в минутах, и спрашивается ответ тоже в минутах, значит, ничего переводить не надо, и только нужно дорешать это квадратное уравнение. По Виетто получаем 2 корня, 2,5 и 10 минут. Казалось бы, ответ 10. Однако давайте вернемся в 7 класс. И построим два графика прямых. Получится одна точка пересечения. Ее можно найти как графически, так и аналитически, приравняв уравнение обоих графиков. А я это все к чему? Если мы теперь построим график для нашей задачи, то в первом случае у нас получится график прямой, просто у равен 700. Второй график. Парабола. Ветви, которые направлены вниз, потому что коэффициент перед t в квадрате со знаком минус. Получается, что у нас две точки пересечения. Это и есть как раз 2,5 и 10 минут. То есть, через 2,5 минуты температура станет критической, а значит утюг сгорит. Поэтому наш ответ 2,5. Основные подводные камни разобраны. Тренируйтесь, пробуйте и будьте внимательны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!